Книга «Открытым оком», седьмой том, вопрос 1879, тема «Жития». В «Житиях» очень часто герои-подвижники сравниваются с библейскими персонажами. Насколько правомочен был житописатель, так говоря, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Поразительно то, что любому непредвзятому читателю Библии с первого взгляда понятно, что такие сравнения совершенно надуманы, и все они даже близко не подходят друг к другу. Ну вот уж так. Ну вот так уж хочется походить на библейских служителей, а делать все по-монашески надуманно. Православные исключительно плохо знают содержание Библии. Так, по верхушкам, по слухам. Если же кто-то прочитал что-то, то давно это было. Если скитается по пустыне самовыдумщик новозаветный, инок потупленный и безразмерно скучный, то обязательно сравнивается с теми, кого гнали цари и кого искали убить. Но этого-то никто не трогал, не гнал. Если убежала она от мужа, бросив ребенка или жениха, или он ренулся на остров, или в отдаленнейший монастырь, оставив мать престарелую, или жену или невесту, только что обручившуюся ему, чью судьбу жизнь он безнадежно и нагло изломал и искалечил. Как Алексий, не Божьим поступком, то явно же, что эти сравнения их жизни с древними избранниками Божьими вычурно натянуты и искусственно притянуты друг к другу. При этом сравнении эти иноческие выходки еще только нагляднее показывают, что они вытворяли эти свои подвиги по полному неверию в искупительную жертву Спасителя Иисуса Христа, в его благодать, даруемую даром, бесплатно, без наших заслуг. Иначе какая бы это была благодать, если бы они ее заслужили за свои труды? Римлянам 11.6 Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Виссарион, память 6 июня Удалившись в одно пустынное место, Виссарион принял на себя обет безмолвия, изнуряя себя многочисленными трудами и умершвляя свою плоть постническими подвигами. Он, будучи воплоти, уподоблялся бесплотным. Пост его был бесприметным, беспримерным. Иногда всю неделю он ничего не вкушал, а иногда оставался без пищи и питья в продолжении сорока дней. Однажды, ставший на одном открытом месте посреди терния и, воздев к небу руки и очи, обратив туда же и ум свой, он сорок дней и ночей пробыл на молитве, стоя неподвижно. В продолжении этих сорока дней он не двинулся с места, ничего не вкусил, ничего не сказал никому, не вздремнул, не впал в изнеможение от естественной слабости. Ни о чем земном не подумал умом, но весь, подобно бесплотным, устремил духовные очи свои к Богу. За это исподобился святой от Бога великой благодати. Ему сообщен был дар чудотворения, так что он был подобен древним святым пророкам. На русском переводчикам хвала, они покровы сняли с тех событий, произнесли Господь, а не Аллах, все размололи и просеяли на сите. На русском разговорном языке хочу молиться, прославляя Бога, я не пустынник, не монах-аскер, мне хлеба, хлеба пусть совсем немного. Евангелие на русском языке Духовно-пренебесное звучание Но выпирает нынешний закхей И бесноватого безумное мычание. Так циркулярный фарисей-статист Традицию и корни оголяет По-русски ты сектант, баптист И атмосферу визгом накаляет. На непонятном создается тайна, Ключ разумения лишь у одного. Под скорлупой ореховой питание И в бане моется, как думаешь, ногой, Запаянный сосуд с холодной влагой. В сундук закрытый утеряли ключ, С непонимающим намного легче сладить. Сдирай, бодай, выталкивай и мучь. Дворяне на Руси и по-французски От слуг скрывали тайный разговор. Тогда Христа был доступ сделан узким. Жаргоном феней пользуется вор. Цареву тайну надо бна хранить, А о Господней возвеститься громко, Понятное, и молот бьет в гранит, А непонятное под саваном в сторонке. Плен бавилонский нам не по плечу, К смешению языков, как раки, пятимся. Я непонятный сорок лет учу, Под горницей и жду пятидесятницу. 18 августа 2001 год. Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok